Приветствую вас! Мне попалась на глаза на странице главной ютуба рекомендация ролик вот этого персонажа Артемий Троицкий и речь шла о том, стоит ли валить из России. Вот это видео на ютубе можете посмотреть, послушать о чем он рассказывает. Было опубликовано 7 января 2020 года. У него 180 тысяч подписчиков и за это время посмотрело более почти 101 тысяча просмотров и 5800 лайков при 231 дизлайке. Ну Троицкого я помню со времен своей молодости это музыкальная там передача рок-музыка и так далее и тому подобное. Я решил посмотреть, что Артемий Троицкий рассказывает по поводу того, валить из России или не стоит. Начал я слушать посмотрите ролик и я услышал большое большую нелюбовь Артема Троицкого к русским людям и к России в частности. Прямо вот такая вопиющая нелюбовь. Я смотрю на эти лайки 5800 при 200 дизлайке на количество просмотров и меня такая ситуация немножко пугает, что человек всей душой открыто не любящий русских, не любящий Россию и получает так много лайков. То ли это не русские люди смотрят, то ли это русские люди, которые не понимают что-то. В частности в своем видео Артемий Троицкий говорит о том, что сейчас он живет в Эстонии, это близко к России, он иногда скучает по России, едет туда как бы с удовольствием и еще с большим удовольствием он из этой России возвращается. Его дети уже не испытывают никакой любви к России, им удобно там, где они сейчас живут, где они живут в принципе им удобно, русские люди Артемия Троицкого в принципе очень сильно напрягают и прежде всего в том числе его напрягает дебильный русский акцент, когда русские говорят на английском языке. Также его напрягает то, что в России есть люди, которых он называет неудачниками, это те, которые по какой-то причине не могут уехать из России и говорят добрые слова о России и остаются ей преданными и любящими гражданами. Таких людей он называет неудачниками, то есть от того, что они не могут оттуда уехать. вот и в принципе я вот подумал, ну почему вот так вот, такая вот человека ненавистничество именно по отношению к русскому. Я ему даже коммент написал после просмотра видео, вот ты живешь в Эстонии, а в Эстонии у эстонцев ярко выраженный эстонский акцент, когда они говорят, например, на английском. Или немец, который говорит на английском, у него явно выраженный немецкий акцент. И итальянец, который будет говорить на английском, поверьте, у него будет явно выраженный итальянский акцент. При этом эти люди не считают себя ущербными. Почему-то Артемий Тройский об этом не рассказывает. Вопрос почему? Вот. Я ему также написал Артемий, если человек живет в Германии и любит свою родину и гордится своей родиной, то почему этот человек тоже должен быть неудачником? Артемий, правда? Но мои сообщения были удалены Артемием, его модераторами, его канала. Я решил такое видео записать. Вот он перед нами Артемий Троицкий и посмотрите на его внешность. Внешность хороший человек в очках, но явно это внешность не русской национальности. Давайте разбираться, почему же он так не любит русских. Я уже подготовил вкладочки из Википедии. Вот его страница в Википедии об Артемии Троицком. Видите его отчество Кивович. Кивович это не русское имя. Мы видим, что он был его родители. Это отец Кива Львович Майданик. Да? Вот. Кива Львович Майданик. Вы можете дальше почитать, посмотреть. Мать его Руфина Николаевна Троицкая. Да? Тоже имя не русское. Далеко как не русское. Если мы кликнем на Майдане Кива Львович, то мы видим, что отец его, то есть дедушка Артемия Лебедева, Артемия Троицкого был Лев Айбрамович Майданик. Да? Это тоже человек нерусской национальности. Проматываем вниз страничку это про статья про отца Артемия Троицкого. И мы видим, что он был похоронен рядом с родителями на Новостряковском еврейском кладбище. Там похоронен отец Артемия Троицкого. Речь идет о том, что Артемий Троицкий это человек не русской национальности, а именно еврейской национальности. Обратите внимание, среди евреев мать Артемия Троицкого как мы видим имела фамилию в девичестве Троицкая Руфина Николаевна Троицкая фамилии Нацкая Цки Цки Цкая Наицкая Держинский Троицкий Жириновский Бзижинский Это фамилии, которые очень распространены среди евреев. Часто они берут эти фамилии себе как прикрытие. Обращали ли вы внимание на то, что когда в своей жизни в своей речи вы используете такие термины как русский американец англосакс китаец итальянец ну вы это используете и используете как-то ничего при этом не ощущаете. Если же вы говорите вот он еврей или евреи наверняка у вас и у ваших слушателей возникает такое передергивание евреев при чем тут национальность сразу вы слышите в ответ при чем тут национальность какая разница какой человек национальность я это слышу неоднократно и вопрос почему же когда мы упоминаем другие национальности у нас такого передергивания нет а когда мы упоминаем еврей евреи то у нас такое передергивание есть но это программа которую вели нам людям всем не только русским но и других национальностей что это как бы тема закрытая а когда наши собеседники говорят что евреи всегда испытывали гонения поэтому они были вынуждены менять свою фамилию то мы как бы думаем что да вот как бы так но на самом деле подумайте сами отец Артемия Троицкого знаменитый ученый с фамилией Майданик еврей получил высшее образование состоялся как ученый в Советском Совете явно что каких-то гонений он не испытывал Артемий Троицкий взял фамилию матери еврей еврея видит издалека и Троицкий это уже сигнал свой чужой для людей этой национальности для евреев вот теперь посмотрите испытывал ли Троицкий какие-то трудности в своей карьере нет посмотрите он попал на телевидении вещал с экрана рассказывал о музыке ее комментировал был критиком то есть трудностей у него не было вот соответственно возникает вопрос фамилию он поменял евреи меняют фамилии именно с той целью чтобы мимикрировать под население той страны в которой они живут то есть они меняют фамилию близкую по звучанию к той стране в которой они находятся и дальше они они не отразделяют себя с русскими хотя Артемий наверняка и думает и говорит на русском но русским он себя не ощущает и никогда не ощущал и тем более его дети он ненавидит русских всей своей душой Россия ему противна русские ему отвратительны при этом в своем видео он рекомендует остаться тем в России кто еще недостаточно срубил бабла потому что срубить бабло в Европе где все уже там структурировано поделено и прописано будет очень трудно а в России это не паханное поле и там рубить бабло можно ну это нормальный еврейский подход вот в итоге мимикрируя подместного жителя неся негатив создавая у русских чувство ущербности чувство жертвы глупости какой-то вот конченности вот это задача Артемия Троицкого нести делать комплекс убогого никчемного человека русского с дебильным английским акцентом который любит еще при этом свою родину ну реальный получается такой усредненный русский дебил и смотря на эти комментарии и вот на эти лайки я понимаю что люди либо это не русские люди либо это русские люди которые считают Артемия Троицкого русским но повторяю Артемий не русский человек раньше да и сейчас скажем так в советское время была радиослужба BBC на русском языке вел ее Сева Новгородцев и в этой службе русской службы службы BBC вот видите Сева Новгородцев вот русская служба шла шли музыкальные передачи эта радиостанция оглушилась я помню я еще молодым юношей слушал с помехами с шумами голос этой свободы там была впервые там услышал русскую рок-группу гражданская оборона вот кстати отдельная тема по гражданской обороне почему русская рок-группа ни на одном русском рок-фестивале не присутствовала другие рок-группы пожалуйста а русская рок-группа гражданская оборона почему-то не было вот так вот смотрите Сева Новгородцев русская служба BBC имя настоящая Всеволод Борисович Левенштейн он еврей вот дальше кто у него был соведущим значит соведущим у него был Леонид Владимирович Владимиров настоящая фамилия Финн Эльштейн да у него были и другие псевдонимы Донатов Зайцев и так далее тоже евреи и у них был третий соведущий который на радиостанции проходил под псевдонимом Алексей Леонидов его настоящее имя Леонид Самуилович Фейгин тоже еврей вопрос на засыпку почему эта радиостанция эта радиопередача называлась русской службой BBC на этой передаче не было ни одного русского одни сплошные евреи вот опять послушайте как режет ухо русскому человеку русская служба BBC нам ухо не режет было бы служба английской службы BBC чешской службы BBC китайской службы BBC нам бы это ухо не режет но когда я говорю еврейской службы BBC вещающие на русском языке то слово еврейская нам режет это много это многие сотни лет дрессировки русского человека этим евреем и у нас считается что упоминать еврея это как-то некрасиво неправильно то есть мы чувствуем себя ущербными настолько они нас выдрессировали посмотрите как врут какая же это русская служба BBC это еврейская служба BBC вещающая на русском языке по развалу Советского Союза это было бы правильно и объективно скажите эти люди Владимир Владимиров Леонид Владимирович его соратник Алексей Леонидов и Сева Новгородцев они поменяли свои имена и фамилии потому что их притесняли их давили нет не по этой причине они поменяли свои имена и фамилии они поменяли так же как это сделал Артем Микивович и Троевский для того чтобы слиться мимикрировать с тем народом против которого они ведут свою непрерывную борьбу непрекращающуюся борьбу и в итоге русский человек слышит безакцентную русскую речь он слушает русские речевые реконструкции эти люди воспитаны были на тех же фильмах мультиках художественных фильмах на той же культуре но так как они люди другой национальности и они это осознают и они себя от русских отгораживают но русскому человеку это западало в само подсознание потому что у него и в мыслях нет против него русского идет настоящая война идет война и у этого человека русского возникает всевозможные комплексы он начинает чувствовать себя ущербным что он живет не так что у него нет этого нет этого этого нет что у него дебильная английская акция поверьте русские люди хорошие умные самодостаточные творческие развитые которые постоянно ищут новые решения улучшить жизнь свою и других людей я хотел бы также обратить внимание что не надо путать одно и второе хватит говорить что в чем-то виноваты американцы англосаксы китайцы и прочие прочие народы эти народы не меняют своих фамилий и своих имен задайте вопрос почему потому что зачем менять имя и фамилию если ты делаешь что-то хорошее что-то доброе а то что делает плохое оно требует тайны сокрытия подмены не знаю насколько это видео будет вам интересно я продолжу свои видео и хочу развеять некоторые догмы которые нам внушили и которые мешают жить нам нашим детям и вообще всей нашей земле планете и всем людям на этой земле если вам это видео понравилось ставьте лайки если вы с чем-то согласны или не согласны пишите это в комментариях давайте вместе делать эту жизнь жизнь на этой планете лучше всего вам доброго удачи будьте здоровы